В свою очередь тепловики призывают вовремя и в полном объеме оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения. Ведь от этого зависит в целом возможность теплосети закупать газ и обогревать жилища. А такую несправедливую разницу сумм в платежках объясняют просто. Те, кто сейчас за полмесяца заплатил по показаниям счетчика меньше, в холодные месяцы заплатят значительно больше. У людей возникает вопрос, почему здесь так, а там получается много. Норма – это среднее показание. Прибор показывает фактическое потребление тепла в каждом промежутке времени. Те же два человека, когда встретятся в январе, и если декабрь будет холодный, январь будет холодный 100%. Ситуация будет абсолютно противоположна. Там, где по норме люди как оплачивали по 14.53, так и будут оплачивать по 14.53. Там, где прибор учета, они будут оплачивать значительно выше. Кроме того, шокировали суммы еще и потому, что это первые платежки после повышения тарифа. Напомним, весной этого года стоимость горячей воды выросла в среднем на 56%, а тепла – на 75. Централизованное отопление без счетчика обходится запорожцам в 14 гривен 53 копейки за один квадратный метр площади. В прошлом году платили чуть более 8 гривен за метр квадратный. Вода горячая в квартирах с полотенцесушителями сегодня стоит почти 39 гривен за куб. В прошлом сезоне оплачивали порядка 25 гривен за куб. Без полотенцесушителей, подключенных к системе, горячее водоснабжение стоит на 3 гривны дешевле – около 36 гривен за куб. Впрочем, в концерне говорят, вынуждены подавать новые расчеты в НКРЕ. Так что нынешние тарифы на отопление могут еще вырасти. В расчетах – на 5%. Призывают оформлять субсидии. Я хочу напомнить, что изменились социальные нормы для назначения субсидий, увеличились по отапливаемой площади. На одного человека этот социальный норматив составляет 13,65 квадратных метров отапливаемой площади. И в целом на семью – 35,22. Этот норматив увеличился. Что касается программы оборудования счетчиками тепла, сообщают, до конца следующего года многоквартирные дома будут таковыми оборудованы в полном объеме. Сетуют только на воровство. Четыре прибора по Заводскому району, два по Шевченковскому. Идут факты, чужие в подвалы не попадут. Люди слышали. Вмешиваться не просим, просим хотя бы позвонить в милицию. По словам тепловиков, сэкономить можно, утеплив свои жилища. Только термомодернизация в условиях роста цен на энергоресурсы способна сдержать рост сумм в платежках. В пример приводят ОСМД и ЖСК, где ответственные собственники следят за тем, куда девается тепло и за что они платят.